Началось это заседание с поздравления Вадима Шевчука, начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Пинску, с повышением. Теперь Вадим Васильевич отправляется на службу в город Брест. По этому случаю глава горисполкома Андрей Мулярчик поблагодарил за хорошую работу в Пинске и вручил ему почетную грамоту. После небольшого отступления все приступили к работе. Андрей Мулярчик напомнил всем присутствующим, что уже через шесть недель будут подведены окончательные итоги работы за первое полугодие. Поэтому пока есть возможность устранить недочеты в работе всех служб и предприятий города, самое время это сделать. Хорошая тенденция наблюдается в секторе торговли. План по экспорту товаров уже перевыполнен и составляет 117%. Также наметилась положительная динамика и в сфере экспорта услуг – 143%. Рост идет за счет международных грузоперевозок. Однако капля дегтя все же есть. Темпы роста многих крупных предприятий Пинска оставляют желать лучшего. Наиболее проблемными остаются и с Кошем, Кадор – судостроительный судоремонтный завод. Неплохо сработало в это полугодие управление по труду, занятости и социальной защите Грисполкома. Начальник Сергей Кацко сообщил, что по доведенному плану на весь 2016 год по созданию новых рабочих мест только за первое полугодие было создано уже около 300 из 550. А за первые четыре месяца нового года индивидуальными предпринимателями было создано 602 рабочих места. Среди прочих вопросов особое внимание Андрей Мулярчик уделил охране труда. Здесь показатели остались на уровне прошлого года. Однако глава городского исполнительного комитета высказал мнение, что надо приложить максимум усилий, чтобы сократить количество людей, которые получают травмы на рабочем месте. Напомним, в первом полугодии 2015 года 10 человек пострадали на производстве, 5 со смертельным исходом. В этом полугодии число жертв не изменилось. 10 человек, 4 со смертельным исходом. Последний произошел совсем недавно. Рабочий из города Столино разбился насмерть на одной из строек Пинска. Андрей Мулярчик попросил проанализировать все случаи получения травм и сделать все необходимое для сохранения жизни и здоровья рабочих на производстве. На это заседание были приглашены студенты Полесского государственного университета, участники студенческого парламента. Напомним, студенческий парламент существует в нашем городе уже более двух лет. В его состав входит около 30 самых инициативных студентов Полесского государственного университета. И, как отметил глава города, это будущие работники исполкомов, начальники. В целом это те ребята, за которыми будущее нашей страны. Ребята подготовили несколько вопросов к руководителям организации. Их интересовало, какие профессии востребованы на рынке труда. Как можно молодым специалистам получить арендное жилье. И главный вопрос – открытие собственного бизнеса. На что Андрей Мулярчик ответил, что в нашем городе всячески поддерживается инициативная молодежь. И бывшие студенты Полесского государственного университета уже успешно реализуют в нашем городе интересные бизнес-идеи.